Мобильное приложение Как его найти? Я работаю в данной ситуации на Apple продукции, но это абсолютно одинаково и на компьютерах под управлением Android. Заходим в то место, откуда мы обычно закачиваем мобильное приложение, пишем VK Live. Ищем. Он найдет сразу целую кучу всяких мобильных приложений. И нас интересует только вот это. Вот с такой вот кнопочкой. Его можно загрузить либо открыть. Но в данной ситуации я уже загрузил это мобильное приложение, поэтому здесь у нас стоит кнопочка «Открыть». Но у вас будет, скорее всего, если вы не установили это мобильное приложение, кнопочка «Загрузить». Вы кликаете по этой кнопочке и грузите это мобильное приложение. Ну, рекомендую заглянуть сюда и посмотреть, что здесь есть. Здесь как раз рассказывается об этом. Здесь есть информация, поддерживается ли ваше мобильное устройство, работа этого приложения. Если все в порядке, устанавливайте это мобильное приложение. После установки он предложит открыть это мобильное приложение. Мы щелкаем по этой кнопочке. На экране появится предложение у вас ввести свои данные аккаунта ВКонтакте. Если аккаунт ВКонтакте, есть мобильное приложение на вашем смартфоне, то это произойдет очень быстро. Достаточно просто кликнуть, и тут же мобильное приложение будет работоспособно. Если такого мобильного приложения ВКонтакте нет на вашем мобильном устройстве, значит нужно будет ввести свои данные. Это логин и пароль, с тем, с которым вы заходите в социальную сеть ВКонтакте. После того, как вы все ввелите данные, у вас появится такое простое изображение, на котором уже есть какие-то видеотрансляции, которые ведутся. И вот несколько кнопочек. Более подробно о том, как настроить свой смартфон, как организовать видеотрансляции, есть в материалах, которые прикреплены к первой части электронного курса. Пошаговая инструкция, как все это производить. На самом деле все очень просто. Просто хочется обратить внимание на то, что это мобильное приложение мы отдельно потом рассматривать не будем, но оно может оказаться полезным тем педагогам или тем специалистам, которые проводят вебинары, которые подразумевают под собой возмещение какой-то стоимости. То есть есть система монетизации, которая именно заложена в этом мобильном приложении. Из минусов следует отметить, что здесь достаточно сложно управлять аудиторией, потому что он не управляет сообществами. Он может только транслировать на весь мир, либо транслировать на тех людей, которые есть в ВКонтакте, являются вашими друзьями, так скажем. То есть это не всегда бывает очень удобно, но тем не менее вот такой способ видеотрансляции с помощью мобильного приложения и мобильного устройства имеет право жить. Ну, в принципе, на этом этапе все. Все подробнее можно рассмотреть в инструкции, которые приложены в электронном курсе. Удачи! Продолжение следует...